Время Отца и Сына и Святаго Духа Время Отца и Сына и Святаго Духа По существу только-только скончался первый князь московский, князь Даниил в 1304 году. Тот, который расширил немножко Москву, отнюдь не путем завоевания, и Москва стала на слуху. Вот, допустим. После князя Даниила, хозяина Москвы, как его современники звали, стал князем московским его сыном Юрием Московским. И вот его младший брат Иван, получивший прозвище Крита, который стал князем после кончины князя Юрии, он по существу занимался с этим хозяйством в Москве. И ему святитель Петр и сказал, что если построишь в Москве каменный храм Пресвятой Богородицы, то град Москва возвеличится над многими другими российскими градами. Иван Калита, еще не будучи князем, заложил Успенский собор. До конца он не был еще достроен, когда скончался митрополит Петр и был покрепен около этого храма. В последующем, при Иване Третьем, то есть это больше, чем через два лет, Успенский собор был расширен. И тогда были обретены мощи святителя Петра, и они оказались внутри Успенского собора. И вот удивительное, я нигде такого не встречал, что в алтаре Успенского собора, с левой стороны, внутри алтаря есть маленький предел святителя Петра, где и находятся гробницы с его мощами. Так что всех нас поздравляю с нашим московским и с нашим российским праздником. Потому что от этого благословения святителя Петра, Москва осталась возвышаться, сам не стала собирать вокруг себя российские земли. Дорогие, сегодня, в неделю святых отецов, мы с вами слышали удивительные евангелия, где перечислялась родословная Господа нашего Иисуса Христа. И здесь у нас может возникнуть вопрос. А для чего это родословное приводится евангелистам? Ведь Христос не был сыном Иосифа. А тем не менее родословное доходит до Иосифа, А дальше сказано, который был мужем Марии, из которой из которой сын Геродился Господь наш Иисус Христос. Иисус Христос мы знаем, что по закону Христос являлся сыном Иосифа. Иисус Христос этот кем был установлен? Самим Господом. То есть тем самым Христос Себя усыновил человечеством. Не только через свое воплощение и рождение от Безиды Богородицы, но он принял ответственность за весь род свой. И за весь род человечества. мы с вами знаем, что среди предков Христа были и величайшие праведники, как Авраам, который настолько доверял Богу, что готов был принести в жертву своего единственного сына, про которого ему было сказано, что через него у него будет потомков столько, сколько песка на берегу морского. И он полностью доверив Богу, готов был принести сына своего в жертву. И так же и Исаак. Но и вы надумаете, что престарелый Авраам, согласно преданию, было порядка 90 лет, пускай тогда люди жили дольше, чем сейчас. Ему 90 лет было, когда Исаак родился. А когда он приносил в жертву, ему было еще значительно больше. Он мог своею силою связать молодого, крепкого Исаака для того, чтобы положить его на жертву. Исаак сам добровольно дал себя связать. Сам добровольно готов был стать жертвой. Настолько они доверились, теряли, любили Бога. Были и грешники. Мы с вами помним тоже царя Давида, который и впал, и в прелюбодеянии, и в убийство, когда он сознательно мужу с соблазненной им женщиной на войне отправил туда, где его непременно убили. но тем не менее все эти они стремились к Богу. И мы знаем великое покаяние царя Давида. вот осознав этот свой великий грех, как мы сейчас про это сказали, это два великих смертных греха, в покаянии возвал Господа. Написал покаянный 90-й Псалом. В другом Псалме он писал «Из глубины и возвал к тебе Господи» из глубины какой? Из глубины своего греховного падения. И мы с вами в этом должны у него учиться. Христос пришел спасти род человеческий. И тем, что перечисляются его предки, это свидетельствует о том, что Господь не избирает праведника. Он пришел ко всем. Как Он Сам говорил, «Я не праведников, а грешных пришел призвать покаяние». И вот если Христос чтил своих предков по роду человеческому, по роду Иосифа, то и мы с вами должны также почитать, помнить и своих предков. При этом не чуждаться никого есть. То порой слышишь, вот такого-то у Него там предки святые праведники. А вот меня и богоборцы, и большевики, которые расстреливали церковь, которые расстреливали священников. Господь нас привел в мир через мир. И мы должны о них молиться. Мы должны жить так, чтобы через нас Господь и всем нашим предкам, о которых может быть нам порой и очень не хочется вспоминать. Стыдно вспоминать. И чтобы через нас Господь всем нашим предкам даровал бы спасение. Вот это мы должны помнить. Вот мы должны помнить великую ответственность из-за окружающего. Про нас сказано «Стяжи дух мира, и ты с чем окон тебя спасутся». И такая же ответственность у нас из-за всех тех, через которых мы пришли в мир. Помним так же, как Христос пришел в мир безгрешный, для того, чтобы всех, всех спасти. Храни вас всех Господь. господи. Спасибо. Продолжение следует...